В медучреждениях Заполярья обновлены кабинеты узких специалистов и флюорографии. Речь идет о Неницкой окружной больнице и Центральной поликлинике Заполярного района. Медицинское оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Александра Литкова расскажет подробнее. В женской консультации Неницкой окружной больницы долгожданное пополнение. На базе отделения появился новый аппарат для кардиотокографии. Согласно федеральным клиническим протоколам, исследование плода обязательно на третьем семестре беременности. Оно позволяет распознавать серьезные нарушения, среди которых различные аномалии развития сердечно-сосудистой системы плода. Нам очень приятно, что есть возможность поработать на высокотехнологичном оборудовании отечественного производства. Новое программное обеспечение позволяет производить исследования в короткие сроки. Если мы работали на старом оборудовании 2010 года выпуска, нам приходилось наблюдать пациентку в течение часа, не менее, необходимо было иногда продолжить исследование. Здесь за 15-30 минут можно уже принять решение какое-то по заключению этого аппарата, как ребеночек внутриутробно себя чувствует. Новый аппарат КТГ был приобретен на замену устаревшему в рамках модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального и окружного бюджетов. Вместе с ним поступили и два гинекологических кресла, оборудованных фитальными мониторами. Медицинскую технику обновили и в центральной поликлинике Заполярного района. По этой программе идет обновление медицинского оборудования. Рассчитана она на несколько лет вперед. И постепенно будем обновлять старое, заменять старое оборудование на более новое, современное, которое удобно использовать в работе медицинского персонала и также удобно используем для пациентов. Всего в поликлинику поступило пять единиц медтехники. Среди них флюорограф, мамограф, хирургические светильники и аппарат электрокардиографии. Этот аппарат гораздо лучше, чем предыдущий наш аппарат, тем, что он имеет цветной экран. Детям получается гораздо быстрее и качественнее снять пленки. Взрослым тоже очень удобно, так как время исследования гораздо меньше стало. Добавлю, программа модернизации и развития первичного звена здравоохранения является одной из ключевых в рамках федерального национального проекта здравоохранения. В этом году на оснащение оборудованием медицинских организаций Ненецкого округа предусмотрено 80 миллионов рублей. До конца года в регион поступят 22 единицы техники. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север.